Лекция, прочитанная по приезду, его божественной милостью, Аче Бактивиданты, с вами Прабхупады, 19 мая 1973 года, в Далласе, Техас. Продолжение следует... Ему было всего пять лет, он учился в школе, и он проповедовал среди своих одноклассников сознание Кришны. Вы видели эту картину, где Прохлад Махарадж стоит на столе, на парте. Конечно, в те времена не было парт. Он обращался к своим одноклассникам, рассказывая им о предном служении. Друзья Прохлада Махараджа спорили с ним. Мы сейчас дети, давайте сейчас играть. Мы будем думать о сознании Бога, когда мы состаримся, когда нам придет время умирать, тогда мы будем думать об этом. И Прохлад Махарадж сказал... Прохлад Махарадж сказал... Мои дорогие друзья, Сознанию Кришны необходимо учиться с самого начала жизни Каумара. Процесс обучения должен начаться в возрасте между пятью и десятью годами, в этот промежуток, особенно детей нужно учить Бхагавата-дхарме. С молодых ногтей детей следует обучать религиозным принципам. Что они собой представляют? Религиозные принципы — это понимание того, что есть Бог. И, не суть важно, христианин вы, или индусы, или мусульманин. Есть сотни, тысячи разновидностей религиозных систем, но в соответствии с нашей школой Бхагавата мы признаем совершенной ту религию, которая учит любви к Богу. Это религия. Та система религии является наилучшей, последователем которой учатся тому, как любить Бога. К сожалению, в настоящий момент люди не то что учатся любить Бога, они отрицают само Его существование. Таково положение вещей в настоящее время. Люди настолько опустились, что даже не верят в существование Бога. Некоторые из них говорят, Бог мертв. Сейчас мы должны взяться за социальную деятельность, политическую деятельность. А эти вопросы о Боге нужно отложить в сторону. Особенно в Индии, такое говорят. В Индии, в стране, где до сих пор сознание Бога достаточно сильно, но правительство желает, чтобы они забыли о Боге. Это Кали-юга. Что такое Кали-юга? Это когда люди дерутся друг с другом из-за сущих пустяков и забывают о Боге. Так или иначе, в отличие от них, наше движение сознания Кришны предназначено главным образом для пробуждения этого дремлющего сознания Кришны в каждом человеке. Сознание Кришны есть у каждого. В противном случае стали бы эти молодые люди, девушки, дети из Европы и Америки принимать в этом участие. Не думайте, что я их подкупил. Иногда христианские миссионеры приезжают в нашу страну, и они подкупают бедняков, чтобы те становились христианами. Они не дают им понимания философии или религии, поскольку в Индии процветает бедность. Если вы занимаетесь там какой-то социальной работой, даете людям лекарства или оказываете им какую-то финансовую поддержку, они чувствуют перед вами себя в долгу, и вы можете говорить им все, что угодно, они пойдут за вами. Точно так же во времена правления мусульман все индийцы-мусульмане не были выходцами из благородных семей. Вы знаете, что в Индии существует 4 класса людей, браманы, кшатри, ващи и шудры. Из них браманы, кшатри и ващи считаются высшим сословиями. Сейчас все пришло в упадок. История свидетельствует об этом обращении, то есть люди, которые принадлежали к классу шудр или даже еще ниже, они не принадлежали к высшим сословиям. Тем не менее, их подкупали, оказываем социальную помощь, политическую поддержку, финансовую помощь. Но, что касается нашего движения в сознании Кришны, то я основал его в 1966 году. Я приехал сюда с семью долларами и несколькими книгами. Поэтому у меня не было никакой возможности подкупать этих образованных молодых людей. Это было просто невозможно. Но, однако, они приняли очень серьезно эту философию и постепенно это движение растет. Сейчас у нас много индийцев. Здесь их нет, но здесь есть много других людей. Я очень рад, что вы относитесь к этому очень серьезно. Это очень хорошо. Но в отношении детей Коумара Ачарет Прагья. Прагья значит тот, кто очень разумен. Он должен начать обучение сознанию Кришны с детских лет. Таков основной принцип нашей Гурукулы. Мы пытаемся воспитать поколение людей, обладающих совершенным сознанием Кришны, так, чтобы в будущем они могли очень хорошо проповедовать. Итак, Прохлад Махарадж говорит, Дхарман С самого начала их жизни детей нужно обучать Дхарме, религии. Что такое религия? Религия означает принятие Бога высшим авторитетом. К этому сводится религия. И стараться любить его. Например, если у вас есть очень богатый друг, или очень образованный друг, или очень красивый, вы стараетесь полюбить его. Вы хотите дружить с ним. Бог самый богатый, самый сильный, самый образованный, самый красивый. Таким образом, никто не сравнится с Богом в его достояниях. Как можем мы не привлекаться Богом? Если даже в вашем районе живет какой-то богатый человек, и он привлекает внимание всех соседей, то представьте себе, Бог, Он самый богатый. Он не человек, Он Бог. Но Он выглядит как человек. Например, мы видим здесь Кришну. У Него также две руки, две ноги. Это Его изначальный образ. Если Он захочет, Он может проявить тысячи рук, тысячи ног, как это было сделано в случае с Арджуной, когда Господь показал Ему свою Вират-пурушу. Но изначальная форма это Кришна, Ади-пурушам. Хотя Он может распространить Себя во множество миллионов форм, но Его изначальная форма это Кришна. Итак, движение сознания Кришны напрямую связывает людей с Верховным Господом. И особенно этим детям необходимо постигать сознание Кришны с самого начала своей жизни. Потому что человеческая форма жизни является единственной возможностью постичь Бога. Вы не сможете понять Бога, находясь в любой другой форме жизни, форме жизни собаки или кошки, или даже форме жизни полубога. Полубоги очень богаты, и порой они забывают порой из-за изобилия люди забывают о Кришне. Поэтому полубоги иногда тоже забывают, что говорить о животных. Так, человеческая форма жизни является единственной возможностью постичь Бога. Поэтому если людей не учить духовному знанию с самого начала их жизни, нет никакой гарантии, что человек сможет прожить до 100 лет. Такой гарантии нет. Каждый может уйти в любой момент. Поэтому прежде чем придет смерть, человек должен обрести совершенное сознание Кришны. И это величайшее достижение в жизни. Спасибо вам большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...